физкульт привет друзья и ученики сегодня в очередной раз затронем тему базы несмотря на то что уже множество раз я говорил в своих статьях и видео об этом приводя обоснованные и для любого здравомыслящего человека абсолютно логически понятные доводы и примеры до сих пор много выкидышей от бизнес-фитнес-индустрии и даже некоторые уважаемые мной люди несут такую ересь по поводу базовых упражнений что волосы на голове встают дыбом от глупости и скудаумия и не только на голове чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос вполне очевидный для нас с вами мы и приведем сегодня специальное обоснование необходимости базы рассматривая это через призму биомеханики физиологии биохимии эндокринной системы сухожильно связочного аппарата и конечно центральной нервной системы биомеханика сохраняется оптимальная длина мышцы на протяжении всего движения при работе со штангой и гантелями что не происходит в тренажерах почему открывайте учебники биомеханики если не доверяете изучайте проверяйте центральная нервная система создается оптимальный стресс способный задействовать максимальное количество нервных импульсов для подключения к работе максимально возможное количество мышечных волокон благодаря чему налаживается максимально быстро и качественно связь мозг мышца уменьшается риск перетренированности эндокринная система и биохимия выбрасывается в кровь большее количество анаболических гормонов создавая мощный стимул и предпосылку для роста силы и массы а с при соблюдении грамотного питания и жиросжигания организм создает связи когда любое физиологическое движение вызывает биохимический отклик что практически невозможно при работе в изоляции физиология само движение получается максимально физиологичным прикладным если хотите в отличие от любого изолированного упражнения что создает особенно на начальных этапах тренинга идеальный фон для дальнейшей грамотной и безопасной работы как на силу так и на массу тело учится синхронно подключать к работе все главные системы организма сухожильно связочный аппарат укрепляются связки и сухожилия создавая крепкий фундамент для построения мощного мышечного корсета с минимальной долей риска травмирования что особенно важно заложить на начальном этапе тренировок что не происходит при классическом качковском тренинге друзья делитесь данной информацией хватит слушать нелепые высказывания людей которых и близко к тренингу самих себя то подпускать не стоило бы не говоря уже об обучении других думайте друзья всегда головой и в любой жизненной ситуации чем бы вы не занимались и тогда любое начинание будет иметь успех и позитив удачи увидимся как всегда в тренажерном зале на турнике на брусьях либо под штангой приседая или делая тяги в ближайшее время смотрите на канале два секрета жиросжигания когда процесс похудения полностью встал или сильно замедлился как выйти из состояния перетренированности штангетки и фронтальные приседания будет прокачка супер грудных мышц для натурального атлета и конечно же прямые включения с инстаграма где отвечаю на много ваших вопросов и пожеланий пишите в комментариях какие темы вы хотели бы еще обсудить статьях и видеороликах а